Выпускай Кракена. Выпускай Змеи Корыльича. Собирай князь всех русских воинов до единого. Не опять основа. Привет и я Илья Кролик и в этом видео я расскажу о сказке 1956 года Илья Муромец. И да при не пойдешь по праву руку. И Алеша пойдешь по леву руку. Ну что, пошли? И что удивительно, именно в рассказе об этой картине почти 70-летней давности мы будем много говорить о магии кино и спецэффектах. Да-да. А перед этим я хочу сказать, что этот фильм был заказан на обзор на моем Бусти, где по желанию можно сделать так же. А еще рекомендую подписаться на мой телеграм-канал, где я публикую подкасты про кино, рецензии на кино и многое другое. Где Илья, там и мы! Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Молодец. Подписывайтесь. Мой рассказ начинается с 1928 года, потому что именно тогда родился волшебник советского кино Александр Птушко. Он снял такие фильмы, как Когда вспоминают советских новаторов кино и мирового уровня, в первую очередь вспоминают, например, Сергея Инзештейна. И его броненосец Потемкин. Но также свой вклад в мировое кино внес и Александр Птушко. Его фильмы показывались по всему свету. Им, например, восторгался Чаплин. А его техники съемки стали основами анимации в некоторых странах. Одной из самых поворотных и значимых его работ стала сказка «Новый Гулливер» 1935 года. Кукольную анимацию делали и до этого, но Александр Птушко стал именно мастером совмещения реальных актеров и миниатюр. Птушко потом об этом целые книги писал. Как делали макеты, как совмещали людей, как велась покадровая съемка, как дорисовывались анимации. В 1939 году вышла сказка «Золотой ключик. История приключений Буратино и его друзей». Необычность этой истории снова связана с масштабами. Все куклы должны были выглядеть так, словно они ростом 50 сантиметров. Болтают они друг с другом, находятся на природе или когда взаимодействуют с настоящими людьми, у которых рост побольше полутора метров. И каждую куклу отыгрывал актер-ребенок в некоторых кадрах, а в некоторых кадрах это были настоящие куклы. И постоянно в течение фильма были вот эти совмещения. В соседних кадрах куклу исполнял то человек, то макет. И в те годы фантазия трюков на экране просто взрывала мозг. Это же ни на что не похоже. А в 1956 году вышла сказка «Илья Мурмец». И прежде чем перейти к разбору производства, немного былинного сюжета. Тугари нападают на деревню и похищают красавицу Василису. Больной Илья Мурмец все это время сидит на печи и ничего не может с этим поделать. Илья, как известно, сидел на печи 30 лет. В этом плане наши биографии схожи. Спустя время к нему заходят мудрецы-калики. Они поят его соком «Встань травы» и к нему приходят силы. Мудрецы дают ему меч богатыря Святогора и он отправляется на приключения. Он победит соловья разбойника, посетит Киев, познакомится с Добрыней Никитичем и Алешей Поповичем, раскроет правительственный заговор, поучаствует в массовых битвах и одолеет Змея Горыныча. Есть действительно классные сюжетные элементы. Например, когда Василису похищают во второй раз, у нее рождается сын от Ильи Мурмца. И хитрые тугари берут его себе на воспитание. И спустя года происходит сражение между двумя главными богатырями обоих войск. И получается, что Илья Мурмец, не зная того, сражается с собственным сыном. А? Как вам такая драма? Не чаял с тобою так встретиться. Или другой сюжетный элемент, который по мне достоин мема. Выпускай Змея Горыныча! Но это же чисто момент. Выпускай Кракена! Но из 1956 года. А Змей Горыныч тут и летает над людьми, и настоящим огнем пылает. Я ищу! Думаю, в то время это было действительно страшно. Погодите, к зверю ласковый подход нужен. Тогда и он к тебе с душой. Опа! Магия каждого отдельного кадра уникальна и продумана. Например, вот Василиса за работой. И ее окружают животные. И они делают необычные вещи. Но какие-то животные настоящие, а какие-то кукольные. Но все обязательно помогают. И есть даже кролик. Это... Ададь! Если говорить про сюжет, то да, он не выполнен по современным стандартам. Василису похищают дважды. Народ постоянно перехваливает молодца. А время в сказке вообще течет непонятно как. И никто не обращает на это внимание. Ну и мы не будем. Потому что главное, что тут есть, это атмосфера сказки. А Александр Патушко постоянно старается наполнить любой элемент приключениями и необычностью. Волшебно выглядит первый же кадр, как мудрецы встречают богатыря Светогора. Ну а дальше больше. Вместо съемки пришли школьники. Режиссер-постановщик Александр Патушко открыл ребятам некоторые секреты кино. Насосом раздувают резиновые щеки у соловья разбойника. Вот кто оказывается настоящий повелитель ветров и ураган. А вот кто заставляет гнуться до земли вековые деревья. У соловья есть двойник, но он не живой, а точучий. В нужный момент перед съемкой его сажают на дерево вместо актера. Когда Илья Муромец собьет соловья-разбойника. Для производства своих задумок пришлось натурально изобретать новые киноприемы. Например, сравним с современным кино. Вот Кристофер Нолан делает вращающуюся комнату. А вот ветер вбушует в помещении в Илье Муромце. На самом деле, это вертикально снятая миниатюра. Да, иногда проще просто повернуть комнату. Сняли и общий план, и крупный план. Вот Кристофер Нолан в фильме «Довод» вращает пленку в другую сторону. И машина чудом приземляется на землю. А вот похожий кадр в Илье Муромце. Вот масштабное войско из фильма «Наполеон» Ридли Скотта. Разумеется, его частично нарисовали на компьютере. А вот как выглядит масштабное войско в фильме «Илья Муромец». Войско аж до горизонта. Вот как про эти кадры говорят в одной передаче с канала «Культура». Фильм «Илья Муромец» вошел в книгу рекордов Гиннесса. Более ста тысяч статистов одновременно. Такой массовки мир еще не видел. Но на самом деле это киноляп этой передачи. Никаких ста тысяч массовки на съемках этого фильма не было. Это спецэффект. С помощью специальных линз и грамотного совмещения массовки удалось добиться повторения картинки. По этому принципу строится зрение у некоторых насекомых. Так и здесь, если приглядеться, в некоторых линиях видно переходные моменты. И тем не менее, в некоторых кадрах масштабы собранных людей все равно поражают. Например, гора из людей. И в некоторых ракурсах она все равно смотрится поразительно. И вот как это снимали, то есть прямо вот конкретно в деталях, я не знаю. И вот этим ощущением, чувством прекрасны вот эти старые сказки. Тогда были спецэффекты, но не было вездесущей ныне компьютерной графики. И благодаря этому достоверность и атмосфера картинки чувствуются совершенно по-другому. И ради этой магии кино мы смотрим сказки. А какие у вас любимые и запомнившиеся советские сказки? Напишите в комментариях. А кто первый? Я! Подписывайтесь на мой телеграм. Сделал ролик. Илья Кролик. Всем добра. Да ты что? Да ты что?